Привет! У одной из наших улиток кое-что случилось. Мы сами очень сильно удивились, когда во время прогулки улиток вне террариума, вокруг одной из них, появились десятки белых шариков. Нашим улиткам полгода, и это первая кладка. Яиц очень много. Мы пересчитали их полностью. Получилось 122 штуки. Ради эксперимента мы оставили 10 яиц, а остальные будут заморожены и пойдут на корм. У охотин приличная плодовитость, и во многих странах, входящих в естественный ареал, обитания являются вредителями. Полчищами уничтожают сельскохозяйственные посевы. В нашей стране эти улитки не могут жить, поэтому не считаются опасными. Но тем не менее, такое большое количество улиток просто некуда девать. Даже бесплатно раздать 120 улиток очень сложно. Яйца на ощупь твердые. Скорлупа приличная при легком нажатии. Чувствуется, что яйцо не так-то просто раздавить. Внутри яиц на данный момент находится белая прозрачная жидкость, похожая на гуриный белок. Желток отсутствует. По всей видимости, яйца моллюсков именно этим и отличаются от яиц птиц. Несмотря на то, что эти улитки гермафродиты и не имеют разделения на мужскую и женскую особь, для размножения все равно требуются две улитки. Если улитки одного размера, то облатотворение происходит постороннее. Если улитки разные по размеру, то облатотворение будет одностороннее. Улитке больше по размеру достается роль самки. Через неделю после облатотворения в дыхательном отверстии на боку улитки можно увидеть несколько яиц. Это будущая кладка. Улитка откладывает кладку яиц в грунт. Но бывают случаи, когда кладка рассыпана по поверхности грунта, как в нашем случае. Чтобы из яиц вылупились улитки, нужно в отдельный контейнер насыпать на дно слой влажного грунта. Затем ложкой яйца переместить в контейнер. Прикройте сверху землей и увлажняйте ее. Не допускайте высыхания грунта. При температуре 26 градусов через 7-10 дней из яиц вылупятся маленькие улиточки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова